Александр Викторович, а можно вам вот задать пару таких вопросов, которые вы бы ответили, ну, может быть, из рисунков, но просто вот, наверное, нам, консультантам, не заслужили мы доверия. Не-не-не, тут вопрос не в том... Ну, наверное. Нет, пойми еще вопрос. Я прочитать? Прочитать. Пойми еще вопрос. Пойми еще вопрос. Люди все привыкли к доктору. Да, может, так и сделают. Вот доктору не верите, плюетесь в доктора, там, я не знаю. Дали бы вам возможность, обзывали бы его злыми словами. А все равно, а что доктор скажет? А что доктор скажет? Я думаю, мы лет 50 еще так будем мыслить. Только так будем мыслить. Это закваска. Закваска раз, и тут же нас приучили к этому. Что за мое здоровье будет отвечать доктор. А вы приходите в Лугабест, вот тут, я понимаю, немножко не сходится в голове, как бы. С одной стороны, нас приучили доктор отвечать за здоровье, а с другой стороны, приходишь сюда. И вот, например, ты покупаешь оборудование домой, и кто там за тебя отвечает? Ты лично, сам и за свою семью. Поэтому надо раскваситься, по-другому, короче, закваситься. Начинать? Так. Под воздействием камня рассыпался на мелкие, они закрыли протоку. Что делать в таком случае? Вот именно вопрос по многобойству. По дружному пузырю. По дружному пузырю, да? Да. Ну, люди попросили, может, нет сейчас. Мы не рекомендуем камни, которые находятся в дружном пузыре, греть. Вот именно потому, что бывает вот так. Как бы и без Лугабест могут камни высыпаться, закрывать протоки. Но, когда человек приходит в Лугабест, и у него есть камни в дружном пузыре, мы говорим, не трогайте. Чисто из этических соображений. Потому что он сам по себе может развалиться из-за высыпаться, а то же привяжут к Мугабест. Ну, а если мы не знаем, а если мы не знаем, есть камни или нет? Кто вам поможет узнать? Может, я не поможет. Если ничего не... И на УЗИ не хочу. Вот меня еще и на УЗИ сводите, и деньги за меня заплатите. Если не тревожит, то какой это камни? Ну, если не тревожит, слава Богу. Слава Богу. Значит, нет, да? Нет. Вы же меня не дурите. Я же тоже, что у меня все в порядке. Если не тревожит, есть камни, которые не тревожит. Ну, и я не знаю, что они у меня есть. А подождите. Отвечай на вопрос. Сейчас этот вопрос мне задают. Я нарисую. Это человек живет во времени. Вот здесь родился, а вот здесь живет. Вот здесь умер. Человек живет. Это его жизнь. Вот смотрите. Болезнь обычно развивается так. Вот 30-40 лет или позже человек понимает. Ой, болезнь появилась. Вопрос. Она появилась сразу? Нет. Она какое-то время развивалась. Вот вы сейчас посмотрите график и сразу меня поймете, о чем я говорю. Потому что это ж хитромудрые врачи только такие вопросы задают. А я сейчас объясню, как на них отвечать. Как я понимаю это все. Вот здесь человек приходит в нугобест. Еще нет болезни, но она уже потенциально может быть. Нугобест помогает этой болезни вскрыться раньше. В более легкой форме. Вопрос. Для меня или для вас, как для людей, лучше вариант А или лучше вариант Б? Позже, в более тяжелой форме. Или лучше раньше, в более легкой форме? Это ж и я понимаю, что А. Но доктор хитромудрый говорит, что? А человек мог бы жить, и с ним было бы все в порядке, как будто он на него в будущее смотрел. Я вам скажу, что для меня точно, чем раньше болезнь вскроется, то туда и дорога. Жить на пороховой бочке, ну кому нравится, живите. Я не согласен. Как просто человек я рассуждаю. Если болезнь, потому что когда наступает обострение, вот что я хочу сказать. Можете записать дословно, что я скажу сейчас? Если болезнь обостряется, значит она уже была. Уже была. По-любому. У здорового человека ничего не обостряется. Если обостряется, значит что-то было. Вопрос. Тебе хорошо, чтобы оно было и дальше, или с ним надо распрощаться? Конечно распрощаться. Выгоднее намного. Потому, когда даже человек, конечно же, человек ходит, не обследован, и не знает, какие у него болезни. Еще один момент расскажу. Такой, чисто юридический. И вдруг, безнука Бест, обнаруживает болезнь тяжелой формы. Кто виноват? Сам. Сам виноват. А почему тогда внука Бест, когда он пришел и обнаружил болезнь, виноват внука Бест? Почему? Потому что сам человек, это уже вопрос нашей культуры, поймите меня правильно. Это вопрос культуры моего собственного, моей собственной заботы о своем здоровье. Хочу я, я заботюсь. Что-то не так, пошел обследовал. Что-то не понравилось, лекарство какое-то, нашел. Не нашел, принял то, что есть. И еще дальше. Вот так получилось внука Бест тоже. Вы приходите, какие-то болезни, которые вы можете не знали, они всплывают. Но всплыли, значит, слава Богу, раньше всплыли, чем должно было. Могли позже всплыть, в более тяжелой форме. Я вам скажу про те же самые камни в желчном пузыре. Самая противная ситуация, когда человек приезжает к нам за 80 лет, у него уже голова не соображает, сердце не работает, почки отказывают. И острый приступ камней в пузыре. И его надо оперировать. И я бы спросил бы такого человека, ну где ты был 20 лет назад? Ну когда у тебя все еще работало. Ну мы бы тебя с удовольствием прооперировали. А так же на тебя страшно дышать. Уже сердце не было. Уже. Потому чем раньше вопрос закрыть, тем дешевле ты обходишься. Ответил? Да. Давайте немножечко по очереди я сейчас только сюда. Сюда, сюда и потом только быстренько. Давайте я держу, а вы спрашиваете. Ну, тот же самый вопрос, что вы говорили, закрыл. Вот два камня у меня 17 мм и 18. Где? Ну в желчном пузыре. И не беспокоит. Приступы были лет 5 назад. А в данное время тишина все. Вот я хочу спросить, операцию надо делать? Ну вы сказали, что... Тогда тишина. Да. Тишина, они там есть. Ну это на ваше усмотрение. Если вы живете и постоянно думаете про эти камни, то чтобы голова не болела, лучше камни отрезать. Я вам точно говорю. Когда вы живете и вообще вам все равно, не беспокоят, ну не оперируйте. Когда беспокоят, тоже оперируйте. Ну короче, это вопрос. Что вам так откроют? Я же не откроюсь операцией делать. Понятно. Сдайте, пожалуйста. А можно, встаньте и громче. Мочиточники. У меня мочиточники камень. Я уже 4 раза в Днепропетровске била. Но камень не поддается. И теперь, значит, и операцию. Но он меня не беспокоит. То есть он, сказали, как в оболочке какую-то. Он даже прошел до того, ну как, до того места, где вот сейчас... Где изгиб. Да. И он не беспокоил. У них дома есть массажер. У нас вот такой массажер. Он просто есть или вы им пользуетесь? Не, пользуемся. Не имею в виду, что есть. Пользуемся. Постоянно пользуемся. Как? У нас вот. Как ложимся, я делаю общий массаж. Прижигание делаю. Это самое. От камня. Это самое, там написано. Сколько вы уже делаете? Сколько я делаю? Мне обнаружили его... Не, ну, ГБС. А, он у нас уже вот с лишним. Год. С ноября месяца. С ноября месяца. Вы год занимаетесь, не можете расправиться с камнем. Он сильно сказали, что он твердый, как железо-пятон. Слушайте. Давайте я вам нарисую рисунок. Вы его посмотрите и быстро избавитесь от камня. Потому что, ну, ГБС от камней избавляются, ну, процентов 80. Без проблем вообще. Исчезают в никуда. Почему происходит и что надо делать? Просыпается. Ну, вот я... Вот мой рисунок, посмотрите. Я вспомнил, что вы уже уцепились в мыслях операции, потому и камень никуда не исчезает. Вот именно задала, поэтому... Хорошо, смотрите. Как-то так станете, чтобы вам видно было, а то у меня с руки... Вот есть почка. Идите сюда. А вы не жалуйтесь уже, а то поеду вообще. Нет, нет, нет. Ничего не нарисую и поеду. Рассказываю. Я здесь. Почка. Как работает? Выделяется моча. Да. Почка. Почка фильтрует кровь, выделяет мочу. Моча сама по себе концентрирована, как и желчь. И уже готова выпадать в осадок. Слышите меня? От рождения. У всех. Такая моча. Чтобы моча в осадок не выпадала, вот здесь, в мочевыделительных органах. Мочеточники тоже, в лоханке. Выделяются стенками такие вещества, которые не дают моче выпадать в осадок. Диспергенты, так называемые. Держат мочу в дисперсном состоянии. Ну, просто надо понять, что они выделяются, чтобы камни не образовывались. Почему камни образовываются? По одной единственной причине. Когда вот эти вещества не выделяются. Не выделяются они по причине травм, воспалений и нарушения обмена веществ. Веществ. Вот здесь. Или травма, или воспаление, или нарушение обмена веществ. Исходно. Как добиться, чтобы камни рассосались? Надо просто восстановить эти вещества. Тогда камень рассасывается. Мы не лечим много без камень. Мы помогаем хорошо жить почки. Как хорошо жить почки, я рисовал. Почку надо перегревать, улучшая кровоток. Перегревать очень много. 24 часа в сутки. Ну, если на то пошло. Что я хочу? Я хочу от камня избавиться, или пусть делает операцию? Если камень к почке. А? Если камень к почке. Разницы нет. Суть в том, откуда они камни взялись. Они берутся по одной простой причине. Восстановить работу нервов, ведущих к почкам. Это прижигание. В сегменте 10-11. Ну, почти поясница. Нижний грудной отдел. Сколько раз там прижигать? Шесть раз в день. Ну, вопрос о чем стоит? Или операцию делать, или все-таки исчезнут камни. Моя цель, я не хочу делать операцию, чтобы камни исчезли. И третья стрелка, это иммунитет. То, о чем мы говорили. Глубоко проливать позвоночник. И заботиться о своем животе. Я же просто не знаю, там какая ситуация. Ну, если он, в самом деле, уже капсулировался камень, там вообще зарылся, окопался. Значит, надо коксу подбавить. Ну, по сути дела. В организме резервы сумасшедшие. Медицина, смотрите, вот что интересное. Ну, это тоже вы должны понимать. Особенно, когда говорим о камнях в мочеводелительной системе. Мы претендуем на что? Или раздробить камни. Ну, раздробили, допустим, нет. А ситуация-то осталась. Будут появляться, ну. Ну, допустим, приняли препараты ядовитые эти, которые внутрь. Ну, даже если они как-то... А ситуация-то никуда не исчезла. Ну, давайте прооперируем. Разрезали, вынули, зашили. Ситуация поменялась? Нет. Тоже нет. Новые будут. Во всех методиках, которые сегодня применяются в медицине, есть одна большая обочина. Камни образуются заново. Ну, Габест, мы устраняем причины. А не сам камень. Разумею то, что... Камни образуются заново. Еще разумеют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова